Осложнение. Давайте рассмотрим простая история, абсолютно ничего сложного. Тоже период ортодонтии. Нужно было увеличить немножко биотип и убрать рецессию. Операция прошла прекрасно, все было замечательно. Даже я вот тут такой ласточкин хвост выкроила, чтобы на два зуба убрать межзубной сосочек красиво. Корональное перемещение с твердой мозговой оболочкой. Красота, все кровит, все такое пышащее здоровье. Пациентка, она не очень возрастная, ей лет 50 на тот момент было. Какая пышащее здоровье, крупная, дама. Все у нее должно быть хорошо, как и всегда. Все зафиксировали, пришили, все везде наложили. А теперь внимание. Я не знаю, что со мной там произошло в этот момент. Я забыла наложить крестообразный шов горизонта. Я честно, я его забыла просто. И у нее расходятся швы. То есть не расходятся швы, да, в нашем таком понимании все раскрылось как роза. Ну, у нее отпрыгнул лоскут, сократился, вот он. Но самое интересное было дальше. Мы все-таки все заживили, поставили. Мы просто не успели эту фотографию подготовить. Она была совсем недавно. Мы уже сняли брекеты, запротезировались, уже заимплантировались, все с ней сделали. И у нее с течением просто времени все это встало, опустилось на место и полностью все закрылось. Я ужасно переживала из-за вот этой истории. Но мы приняли решение не оперироваться второй раз, посмотреть, пока подождать. Если что, всегда можно остановиться. Методика называется Виста. Придумана она... Он американец индийского происхождения. Алексей, я его забываю. Вот эта фамилия, я ее никак не могу пока для себя уложить. Он Абрахам, а фамилия у него... Касай. Сафари. Нет, Сафари. Найдите, пожалуйста, я просто скажу вам. Это методика вестибулярного перемещения туннелей в корональном направлении. Я вам ее покажу сейчас. Вот здесь рецессия. Здесь ее нет. В основном беспокоили пациента на 26-м зубе рецессии, на 27-м. И получается на 24-м. 25-й был без патологии. Это пост-рактодонтические рецессии. В первом сегменте мы оперировали и такие же рецессии по ЗУКЕЛИ. А в этом сегменте мы решили попробовать вот этот новый метод для устранения множественных рецессий. У него есть одно преимущество перед ЗУКЕЛИ. Этот метод можно применить при любом классе по Миллеру. Даже если у вас нет сосочков, и сейчас я сделала последние несколько работ. Вот буквально с августа по сегодняшний день, когда я одномоментно, еще во время этой операции, у автора этого нету, к сожалению, создавала сосочки, туннелируя и вытягивая их в межзубное пространство. И вот этот метод, он позволяет устранять рецессии, создавать сосочки одновременно, даже при четвертом классе. Меня всегда смущало в этой методике ЗУКЕЛИ, что мы ограничены высотой сосочка. Если у нас его нет, то все, мы разводим руками. А здесь позволяет даже... Я сделала несколько операций таких почти бесплатных пациентам. Я себе выборку такую сделала с пардонтитом, у которых подвижные нижние резцы. Классическая картина 4 класс рецессии. Хамазаде. Я всех перебрала, я все равно не попала. Классическая картина, рецессии, сосочки по четвертому классу, все подвижное. Вот я их шанировала и делала вот эту висту с наращиванием сосочков одномоментных. Просто посмотреть, как это будет, потому что, ну, в принципе, у пациентов альтернатива удаления. Поэтому, ну, так, по договоренности... Что? Хуже не будет. Нет, хуже точно не будет. Мы получили такие прекрасные результаты. Я настолько довольна осталась. Он предлагает этот метод. Они используют ПРФ. Но, оговорюсь вам сразу, я училась в Америке, я видела американских пациентов. Это вот такие вот огромные гребни. Толстая десна. Широкие, такие... У них такие преддверия просто бесконечные. Поэтому у них немножко условия, в которых они работают, другие. Он делает 8 ПРФ. 4 в одну сторону. И 4 на 2 сегмента. 4 в другую сторону ставит. И вот их напихивает туда. И все это вот ушивает. Я туда ПРФ не ставлю. Я считаю, что это бесполезно. Она через 14 дней рассасывается полностью. Я работаю ПРФ, но для другого. Ее использую. Как индуктор росталгенеза. При костно-пластических мероприятиях. А в парадентологии нет. Я не пользуюсь. Если это не с костной какой-то историей, с парадентологической дефектом. А именно для пластики, мягкотканной, это бессмысленная ситуация абсолютно. Потому что я очень много видела работы, смотрела. Меня вообще доказательная база этого просто не убедила. По практике и по клинике я вижу, что это не работает. Очевидно. Но они вот ставят. Мне кажется, что при таких биотипах, как у них, можно и воду туда полить, и все у них будет хорошо. Измерение толщины. Значит, тактика такова. Мы делаем классический туннель. Просто как при туннельной методике отслаивается полнословие. Отслаивается полнословие. Вся прикрепленная десна. До середины сосочка. Все это отслаивается. Я придумала делать быстро, так же, как и он. Потому что он в докладе не рассказал. А потом я нашла видео. Но я, правда, уже к этому пришла сама. Я делаю это ультразвуковым скеллером. Вот это отслаивание происходит значительно быстрее. И менее травматично. Не так размножаются ткани, когда ты отслаиваешься. Я не очень люблю туннельную методику. Потому что очень большой такой процент размножения за счет вот этой работы распатора туннельного. Для тканей мне не очень это нравится. Я все равно предпочитаю резаную рану всегда. Она более такая хирургическая. И она лучше заживает, лучше себя ведет, чем вот эти размноженные ткани. Но здесь я научилась это делать очень быстро и удобно с скеллером. Здесь, естественно, показан туннельный распатор. Обоюдоострый скальпель мне в помощь. Мы моделируем туннель на всю протяженность. А теперь, внимание, выполняется посередине сегмента, который мы оперируем по центральной как бы линии. Ну, например, мы оперируем четыре зуба. Между двумя и двумя мы делаем вертикальный разрез. Достаточно высоко. Вот обратите внимание, где мой скальпель. Да. Вот. А, следующий случай? Следующий случай. Сейчас. Ну, давайте я этот тоже покажу. Ну, давай. Пациентом был я, а я не мог себя сам снимать. Алексей раздражает фотографии, я знаю. Вот так. И теперь мы из этого разреза выходим распаторами в наш тоннель и отслаиваем все в две стороны. Туда и туда. Ну, это чтобы понимать, сколько материала нужно будет, это измерение. Обработка. Все то же самое. Твердомозговая оболочка, зона специфическая куриента. Теперь вот что новое, интересное в этой методике. Сначала вы делаете композитные швы. Это обычный шов. П-образный зафиксировали. П-образный зафиксировали. Вот так это выглядит. Вы туннель с швами переместили вниз коронально. Потом заводится туда пластический материал. Укладывается. Все это фиксируется прижимающими швами. И ушивается вертикальный разрез. Да, да, да. Да, да. В тоннель вот этот, который мы переместили вниз. Мобильность, да, вот этого туннеля мы достигаем расщеплением, так же, как и всегда, вестибулярно. А если там этот материал, то он не ровно ли? А вот для этого у автора, у него вот этих прижимающих швов нету крестообразных. А у меня есть, потому что я всегда думаю, что у меня может куда-то сместиться материал. Да, он банально переключился. Да, я поэтому прижимаю. Но может быть, потому что он PRF-ом пользуется. И поэтому, а у него там, что сместилось, что не сместилось? Продолжение следует...